Мурад Малим, но сейчас интересен еще вот ваш взгляд, и если мы рассматриваем Зангизурский коридор через призму южно-кавказской ситуации в целом, очень интересно взаимоотношения, если брать то, что сегодня Реджеп Тайпер Дуган планировал обсудить, это Южный Кавказ через международные рельсы. Турция, Соединенные Штаты, Азербайджан. Мы свидетели, как неоднократно у Турции были большие проблемы с Соединенными Штатами. Скорее наоборот. Да, пусть будет так, но всегда Турция придерживалась четко своей линии, несмотря ни на что. И в конце концов достигала тех целей, что ставила перед собой. Сейчас мы увидели эту ситуацию и с Азербайджаном в отношении к Соединенным Штатам. Как вот вы это проанализируете, ситуацию, с точки зрения опять-таки перспектив. Вот опять Турция, США, Азербайджан. То, что Турция и Азербайджан – это две стороны, один народ, это уже не секрет никому, в том числе и лицам, которые сидят в Белом Доме. Поэтому отношение к Турции – это в той или иной мере касается и Азербайджана. И в этом контексте мы видим в последнее время политику Соединенных Штатов Америки. Я хочу особенно затронуть, что это политика именно сегодняшней администрации, которая находится у власти Соединенных Штатов Америки. Потому что если мы сделаем небольшой исторический экскурс, то мы увидим, что попытка государственного переворота, которая была проведена на территории Турции, прошла в период, когда в Белом Доме были демократы, был президент Обама, вице-президентом был Байден. И после этого, когда пришли уже республиканцы, Эдуган заявлял, что у нас со всеми хорошие отношения, но что-то с Байденом у них не получается. Я постараюсь открыть один небольшой секрет, может быть, телезритель не знает. Байден в свое время приезжал и извинялся за эти события. Видимо, у него остались какие-то внутренние чувства, и он не может смириться с этим. И это все вливается на внешнеполитическую соединенные Штаты Америки в отношении Турции. Ее независимые политики. Политики, исходящие из интересов турецкого народа. И не только турецкого народа, всего турецкого мира. Потому что сегодня Турция и ее лидер Эдуган являются главным ведущим лидером мусульманского мира, турского мира. И задачи, поставленные перед Турцией, объявленные Турцией, заявленные Турцией о развитии тюркского мира, конечно же, вызывают у многих за рубежом, в том числе и Соединенных Штатов Америки, определенный неприязнь. Видимо, они вспоминают прошлое Турции. Они все-таки не могут забыть свое отношение к Османской империи. И часто обвиняют президента Турции в неосманизме и так далее. Хотя, значит, отношение вот этих великих держав в самой Турции, она была несправедливым. Она была необоснованная, не основанная на международном законодательстве и так далее. Но сегодня мы видим, что в отношении Турции, несмотря на то, что Турция является ведущей стороной НАТО, этого военного блока, в самые трудные, тяжелые годы, холодные войны, основной удар давления на НАТО со стороны Советского Союза всегда принимала Турция. Помните, даже на территории Турции размещали Соединенные Штаты Америки ракеты, в результате которого произошел тот самый Карибский кризис и так далее. Но в Штатах, видимо, забывают это и стараются сегодня вот эту независимую политику Турции, основанную на интересах турского мира, в какой-то мере противостоять и не дать возможности развиваться. Я отмечу, что вот недавно выступал лидер оппозиции Турции и заявил, что в ходе Карабахской войны Соединенные Штаты Америки шантажировали Турцию тем, что они не дадут Турции самолеты F-35, а также и модернизацию самолетов F-16, находящихся в Турции, если она будет продолжать поддерживать Азербайджан. Это нонсенс. Азербайджан выполнял решение Совета Безопасности ООН, освобождал свои территории. Но какую роль играла Турция? Турция не принимала участие в наших действиях. Моральная поддержка политическая. Моральная поддержка Турции заключалась лишь в том, что третьи страны не вмешались. А третьи страны – это какие страны? Ну, назовем одну из них – Иран. Какое отношение Соединенных Штатов Америки к Ирану? Я не могу понять логику. Если Турция бы не поддерживала бы, началось бы, допустим, какое-то в отношении Ирана давление на нас. Это что, в интересах Соединенных Штатов Америки? Они до сих пор не могут определиться, сформировать свою внешнеполитическую линию на Южном Кавказе. Вот мы сегодня стали свидетелем чего? Выступление помощника государства секретаря в Сенате. Это выступление было полностью проармянским. Я не знаю, может быть, они хотели понравиться армянскому лобби, армянской диаспоре накануне выборов. Но факт заключается в том, что заявленные там на выступлениях слова полностью не соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки. Мы обсуждали здесь. И мы даже говорили, что такой политикой на Южном Кавказе вы ничего не добьетесь. И буквально прошла одна неделя. В государственном департаменте поняли, что они перешли красные линии. И государственный секретарь Соединенных Штатов Америки был вынужден позвонить нашему президенту... Попросить за Убрайна. Попросить, чтобы его приняли. В ответ, конечно, Азербайджан выставил свои условия, справедливые. И Соединенные Штаты согласились с этим. Мы же обсуждали здесь. Мы же говорили о том, что никакие вопросы на Южном Кавказе с сегодняшнего дня невозможно решать без участия Азербайджана. Трудно было это понять. Если не понимать, в реальности вы будете сталкиваться с такими... Будет так, как есть. Да, с такими проблемами. Теперь вопрос. Вот мы затронули в Зангизусе Каэдо, Тармя Алим, исторический экскурс сделал. А я немножко затрону современные проблемы вокруг него. Кстати, вот на том выступлении, злополучном выступлении помощника госсекретаря, он заявил, что Соединенные Штаты Америки выступают против строительства железной дороги, соединяющей Турцию и Азербайджан через территорию Ирана. Вопрос. А какое вам дело того, откуда мы строим дороги? У вас проблемы с Ираном? А я бы не сказал, что у вас проблемы. Вы сами дали возможность Ирану, во всяком случае, этой администрации, торговать на 80 миллиардов нефтью. Во время правления республиканцев огромные запасы скопились у Ирана. Даже на танкерах, которые плавали в океане, были полными. За период, когда эта администрация находилась у власти, Иран реализовал свою нефть на 80 миллиардов. Куда эти деньги пошли, мы уже понимаем, куда пошли. Но зачем вы мешаете нам? Вы хотите, чтобы дорога пошла через Армению? Да, разморозили 6 миллиардов. Через Армению? Так мы же требуем, мы подписали, обязательства взяла Армения, пусть выполняет. Нет, вы говорите, что заставляете Армению, что Армения должна эту дорогу строить без участия российского контроля. Но это проблемы ваши, идите разбирайтесь сами с Россией. Но есть объективные моменты же. Эта территория, где проходит железная дорога, охраняют российские военнослужащие, российские пограничники. И это договоренностью Армении с Россией. Железные дороги, которые существуют сегодня на территории Армении, они принадлежат России. Как они могут создать вот эту дорогу? Под своим контролем. Это же невозможно. Поэтому многое, исходящее из-за океана, мы видим, что реальность не соответствует действительности, которая существует. И не имеет никаких перспектив для реализации. Ну, поэтому Азербайджан исходит из своих национальных интересов и продолжает свою работу, как было заявлено. То есть, ну, сейчас, наверное, уже, Мурад Майли, мы затронем еще один момент. Потому что вот по Ирану дает определенную раскладку Таир Майли. И сейчас мы можем аккуратно уже перенестись в близкий нам Ближний Восток. Потому что Реджеп Дайпердуган очень четко высказывает политику официальной Анкары. И сегодня как раз должен будет обсуждаться этот вопрос. Ну, в принципе, позиция общеизвестна. Но здесь хотелось бы в большей степени вас услышать в более глобальном моменте, как мы пытаемся в рамках нашей передачи. Ведь если речь идет о том, кто будет контролировать, сейчас мы прекрасно видим, сколько акторов участвует там. То есть вопрос, то, что внешне, вот мы это называем, вот то, что мы видим картинку Израиль-Газа, то, что мы сейчас видим последние месяцы, это внешний фон. Реально за этим стоит, вот не случайно уже некоторые даже говорят, речь идет о подмандатной Палестине, если вы помните. То есть, если опять брать историю, а кто будет, вот весь вопрос сначала, кто будет контролировать газу? И на каких условиях? И вопрос и двух государств ставится, вопрос контроля, какая автономия будет. То есть, вот ваш взгляд на это, ну, через призму мировой геополитики. Да, если мы говорим о позиции Турции и влиянии ее вот на ближневосточный кризис, нужно вспомнить историю. И пойти раньше, вообще, эта территория находилась в принадлежности Османской империи более 400 лет. И в тот период, когда ее контролировала Турция, не было таких катаклизмов там. Все жили мирно, вне зависимости от религии, национальной принадлежности. Ну, потом, вы знаете, после развала Османской империи, после Первой мировой войны, вот вы сказали об мандате. Лига наций выдала мандат Великобритании, чтобы она создала там и палестинское государство, и израильское. Но она отказалась от этого и заявила, что она не способна это делать. Но мины замедленного действия уже были запущены. Конфликты между палестинцами и израильцами уже существовали там. Ну, дальше мы знаем, что по результату Второй мировой войны было принято решение о создании двух государств. Это Израиля и Палестины. Израильцы они создали. А кто помешал палестинцам создать? Интересно. Палестинцы помешали создать государство не Турция, а некоторые арабские страны. Те страны, которые сегодня делают в соответствии с заявлением. Тот же самый Египет, тот же самый Иордания, тогда она называлась Транс-Иордания, Сирия. Они просто хотели поделить эту территорию между собой, но у них не получилось. И все привело к тому, что имеем на сегодняшний день. Сегодня Турция выдвигает опять. Я считаю, что очень справедливая позиция создания двух государств. То есть, фактически, решение ООН. Да, решение ООН. Вопрос там стоит только в каких границах. Турецкая страна говорит о границах 1967 года. Я думаю, что это будет вопрос обсуждений. Но есть внешние силы, которые не будут опять позволять этому. Это тоже важный фактор. Турция, страна, уже это региональная держава. Мы все знаем и понимаем, что ни одна проблема вокруг Турции не может быть решена без ее участия. И любое решение без участия Турции приведет просто к осложнению ситуации, что мы видим на Ближнем Востоке. Поэтому я считаю, что важно участие Турции в этом процессе, в поствоенном процессе, что будет газой. Ну, Египет является участником, страна, которая имеет единственные границы с газой. Он отказывается. В свое время израильтянин даже предлагали заберите газу. Израильтянин, Египет отказывается. Но необходимо решение. И тут я думаю, что авторитет внешнеполитической Турции, в том числе авторитет турецкого лидера, президента Эдухана, играет огромную роль. И еще один момент. Важно, что вот вся работа, пропагандистская работа, которую проводит Турция, и помощь, поддержка жителям газы, в том числе гуманитарных вопросов, это очень важно для усиления влияния Турции, значит, светского, мусульманской Турции на Ближнем Востоке. Потому что в свое время, когда именно те же самые американцы ограничили влияние Турции в регионе, этим воспользовался Иран. И каким последствиям привело, и каким настроением появились в этих регионах, мы все видим и знаем. Поэтому усиление влияния Турции, это в первую очередь выгодно и арабским странам, и Палестине, и тому самому даже Израилю. Потому что это приведет в регион стабильность, в отличие от влияния, которое имеет сегодня там Иран. Длительную борьбу против терроризма, которая на территории Сирии и на территории других арабских стран, это проявлялось. Что касается Палестины, то в свое время Турция больше поддерживала отношения с Израилем, чем с Палестиной. Потому что Турция, это еще до Эрдогана, воспринимала Ясера Арафата как человека, который представляет международный терроризм. Советский Союз поддерживал Ясера Арафата. И причем активно поддерживал. Для нас, мы были студентами, для нас Ясер Арафат был лидером национального освободительного движения. Человек, который действительно был что-то на уровне Фиделя Кастро. Вот мы студентами... Во всяком случае, так представлялась. Да, да, так представлялась. Так пропагандирует. Да, да, советская пропаганда. Мы думали, что вот такая ситуация. Понимаете? А потом, когда уже мы убедились в том, что... Как Мурат Маэлем сказал, что великие державы, великие державы, они воспользовались противоречия арабских стран между собой. Пытались восстановить этот контроль над Палестиной. В 49-м году, значит, когда уже провозгласила организация объединенной нации о создании израильского государства... Израильского государства... Кстати, одним из авторов создания израильского государства был Сталин. Почему? Потому что... Такое же признание было в течение дня, там, 15-16 мая США и СССР. Ну, я... Единственное, что хочу... Но потом разочаровался с нами. Ну, дело в том, что он это сделал, потому что боялся, что евреи потребуют на территории СССР свое государство. Потому что евреи сыграли огромную роль в победе советской армии. Потому что... Открыть второго фронта, американской помощи... Кроме того, ленд-лиз. Да, да, да. Ленд-лиз это был... Заслуга. Заслуга была именно еврейской вот этой общины, находящейся в Соединенных Штатах. Ну, Хант, там, Роквеллер, Дюпон. Все. Понятно, да? Что они оказались давлением на Конгресс. И они приняли это, значит, решение оказывать Советскому Союзу эту помощь. Тогда Михельс занимался кинорежиссером. А потом его убили. И в конечном итоге была создана Ербиджанская еврейско-автономная область. Но понимаете, в чем дело? На сегодняшний день для Азербайджана, здесь мы исходим из того, что и Палестина во время Карабахской войны, они очень поддерживали нас. Мы первоначально дали, в начале 90-х годов мы оказали гуманитарную помощь 5 миллионов долларов. Потом мы передали 650 тысяч долларов для оказания помощи в строительстве школ, медицинских учреждений в Палестине дали. Именно Гази дали. Гази. Потом. И вот недавно совсем опять 5 миллионов было передано в помощь, в поддержку палестинского народа. Что касается Израиля, Израиль с первых дней войны, второй войны, второй Карабахской войны, с первых дней были рядом. Надо отметить это. Это нельзя отрицать. Потому что поставка вооружения, поставка новых технологий, визиты министров обороны, министров промышленных. И, Бадн, важная деталь. Поддержка израильского лобби по всему миру и противостояние этого лобби армянскому лобби. Армянскому лобби. Следующий вопрос. Буквально 3-4 минуты у нас время подходит к концу. Все же еще один вопрос. Вступление Швеции в НАТО и позиция Турции. К сожалению, шведская сторона, я всегда говорю, и не раз на вашей передаче, серьезнее не воспринимала, что такое НАТО. Ведь шведы должны были понять, что если, будучи членом НАТО, на их территории нападет какая-то другая страна, потенциальная какая-то вражеская страна, то турецкие солдаты придут и будут защищать, будут проливать кровь за эту территорию. Но, несмотря на это, Турция, извиняюсь, Швеция последовательно проводила политику унижения в отношении мусульманских ценностей, в отношении Корана. Мы знали эти случаи, которые там происходили, извиняюсь, и отношения шведских властей, судебных органов к лицам, которые надругались над нашими святынями. И, конечно же, это в первую очередь сыграло важную роль. Причем перед посольством Турции. Я об этом говорю первое. Второе. Конечно же, многие террористы, вот мы говорили сегодня об ИГИЛе и все, об Ясера-Афате, но курдские террористы и другие, которые финансировали в свое время Советским Союзом, а сейчас Соединенные Штаты Америки в отношении Турции проводят террористические акты. Где они скрываются? Многие из них получили политическое убежище на территории Швеции. А как можно быть в одном альянсе защищать друг друга, проводя вот такие мероприятия в отношении своего союзного государства? Поэтому эти вопросы турецкая сторона поднимала, я считаю, что справедливо поднимала и требовала, чтобы шведская сторона их выполнила. Они, по-моему, часть выполнили, хотя они говорят, что они все выполнили, но я считаю, что многие еще вот эти лица, на которых руках кровь турков, невинных граждан, участников террористической организации, еще скрываются на территории Швеции, и не все они выданы. Поэтому вопрос вступления Швеции в НАТО, это в первую очередь вопрос к самой Швеции, выполнить эти обязательства. И второе, турецкая сторона здесь ставит вопросы, я считаю, правильные вопросы перед Соединенным Штатом Америки, главным, так скажем, бенефициаром этой организации. Почему многие страны НАТО получили суперсовременные истребители F-35, но Турция их не получила, хотя в соответствии с соглашением Турция заплатила за это. Второе, часть деталей этого истребителя производилась на территории Турции для этой медицины. И требования по этому поводу, я тоже считаю, что чисто праведливые и очень важные. И еще единственное, что еще хотелось добавить, вы даже как-то отмечали в одной из наших передач, что фактически именно в те дни, когда решался вопрос обсуждения именно в Турции о вступлении Швеции в НАТО, именно в эти дни начинались митинги, которые фактически по разрешению так называемыми свободными организациями. На самом деле РПК фактически был дан зеленый свет именно в Стокгольме, но у нас, к сожалению, время подходит к концу. Хотелось поблагодарить вас.